МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости нашего города. Меня зовут Оксана Балун. Здравствуйте. И вот некоторые темы выпуска. А где опять расчетки? Почему квитанции за ЖКУ не пришли вовремя? Точка поставлена. Расследование дела о сбитых полицейских завершено. И в путь дорогу сегодня из Ноябрьска в Благовещенск отправилась машина с гуманитарным грузом. Почему вовремя не пришли расчетки за ЖКУ? С таким вопросом к нам обратились жители города. В Юрице пояснили, что в настоящее время квитанции им придают новую форму. Самое наглядное изменение в едином информационном листе иное расположение таблиц, столбцов и цифр. Все данные теперь будут объединены по тематическим блокам и размещены так, чтобы глазу удобнее было считывать информацию. А сами цифры стали крупнее и отчетливее. У нас с этого месяца введен новый платежный документ. Он называется также единый информационный лист. Эта форма, она более приближена к той рекомендуемой Министерством регионального развития Российской Федерации. На сегодняшний день месяц закрыт, квитанции печатаются. С сегодняшнего дня уже первые наши клиенты получат информационный лист. И мы считаем, что за выходные полностью все, кто у нас находится на расчетах, получат платежные документы. Как будет выглядеть новый расчетный лист, вы сейчас видите на своих экранах. Во-первых, платежка изрядно подросла в размерах. К тому же теперь квитанция станет двусторонней. Кроме того, в графах появится дополнительная информация, в частности, не только по объему жилой площади, но и нежилой, а также мест общего пользования. Неизменным останется наличие контактной информации расчетного центра и данных о новых услугах для горожан. Следственный комитет Сеноябрьского возбудил два уголовных дела в отношении жителей города, которые проявили неуважение и даже физическую силу в отношении представителей правопорядка. В первом случае пострадала инспектор по делам несовершеннолетних. Полицейскую оскорбил хозяин квартиры, куда она отправилась по долгу службы. Что касается второго инцидента, то здесь пострадали сразу двое сотрудников полиции. Они пытались утихомирить мужчину, который устроил семейный скандал. Как было нами установлено, мужчина, находясь в состоянии алкогольного обвинения, устроил дома скандал, для разрешения которого членами семьи были вызваны сотрудники полиции, в нашем случае участкового полномочия. И когда он прибыл на место, мужчина оскорбил его и угрожал ему ножом. В дальнейшем при доставлении его для разбирательства в упорный пункт полиции, он также продолжал оскорблять участкового полномочия и нанес ему удар. Ответит по закону и житель Ноябрьска, который 6 сентября этого года устроил самые настоящие гонки на выживание. Требования инспекторов об остановке он проигнорировал и попытался скрыться. Полицейским удалось задержать правонарушителя, правда, ценой двух автомобилей. К тому же, пытаясь сбежать, он сбил двух полицейских. По состоянию на 18 октября 2013 года уголовное дело производственного окончено и направлено прокурору города Ноябрьска для утверждения обвинительного заключения. Еще один водитель не рассчитал габаритов. Кадры записи авторегистратора попали сегодня в нашу редакцию. На записи водитель автобуса решил пойти на обгон. Правда, без происшествий завершить маневр ему не удалось. Хотя водители автобусов и маршрутных такси должны понимать, что несут ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь и здоровье своих пассажиров. К слову, по статистике, в этом году водители общественного транспорта уже пять раз становились виновниками дорожно-транспортных происшествий. В Ноябрьске продолжается вакцинация детей против гриппа. Напомню, не так давно в город поступила партия «Гриппола плюс» – препараты отечественного производства. Сегодня им привиты 39% от числа школьников и 31% от воспитанников детских садов. Это примерно 3500 и 1700 детей соответственно. Как утверждают врачи, это катастрофически мало. Приближается период эпидемии и к этому моменту против гриппа должны быть привиты порядка 80% детского населения. Однако большинство родителей не торопится прививать своих малышей, уверяют и медики безосновательно. Тем более, что среди детей есть несколько групп, которые должны быть привиты в обязательном порядке. Это дети от 6 месяцев до 3 лет, которые еще не встречались со штаммом гриппа. И все без исключения школьники и воспитанники детских садов. В противном случае последних просто не допустят к занятиям. Для непривитых детей такой тесный контакт, который детки наши испытывают в школе и в детском саду, тем более, это прямая угроза заражения. Потому что грипп передается воздушно-капельным путем. И заразиться можно даже при обычном банальном общении. А детки наши играют очень тесно. Они одними и теми же игрушками играют. У них совместные мероприятия проходят, игры какие-то такие с тесным контактом. И это очень серьезно, это очень опасно. На Ямале все меньше людей с ограничениями в здоровье остается без работы. В окружном департаменте занятости населения подвели итоги работы за январь-сентябрь текущего года. Так, за 9 месяцев. В органы службы занятости населения Ямала за содействием в поиске подходящей работы обратилось 419 ямальцев с ограничениями в здоровье. При этом следует отметить, что уровень признания их безработными значительно сокращается. Так, в 2011 году безработными были признаны 78% обратившихся. В 2012 году – 74%, а за январь-сентябрь текущего года – 58%. Кроме того, служба из занятости населения в 2013 году направлена на профессиональное обучение 16 инвалидов по следующим профессиям. Пользователь ПК, делопроизводитель, слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобиля, плотник, оператор ЭВМ. Важно напомнить, что работодателям компенсируются затраты на создание рабочего места для инвалида – сумма от 50 до 100 тысяч рублей. По словам же сотрудников ноябрьского центра занятости в нашем городе ситуация не меняется. Так, в прошлом году за помощью в поиске работы обратилось около 100 ноябрьцев с ограничениями здоровья. И почти столько же с начала текущего года. Трудоустроить за 9 месяцев 2013-го специалистам удалось 40 человек. Эти люди работают экономистами, пособными рабочими, медсестрами, уборщиками офисов и так далее. Специалисты центра занятости рассказывают, что многие работодатели к своей обязанности выделять рабочие места для инвалидов подходят формально и заявляют такие вакансии, которые наверняка не подойдут людям физически ограниченным. У нас возникает такая проблема, что многие работодатели, которые обязаны создавать квартиру на рабочие места, они подходят к этому вопросу формально. То есть создают рабочие места, зная заранее, что вряд ли на них сможет трудоустроиться инвалид. Например, такие, как машинист автомобильного крана. То есть в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, вряд ли он сможет трудоустроиться по этой профессии. Сегодня утром из Ноябрьска в Благовещенск отправилась машина с гуманитарным грузом. Ее пригнали из Екатеринбурга. Напомню, в городе в помощь пострадавшим от наводнения было собрано более 20 тонн вещей – констоваров, игрушек и продуктов длительного хранения. О том, как собирались в дорогу – в материале Юлии Москалик. Вот на что способен маленький город. Конечно, по сравнению с тем, что было собрано по всей России, это капля в море. Но какая нужная капля? По словам представителей комитета солдатских матерей, поиск и сбор помощи заняли куда меньше труда, чем ее сортировка. Ведь, например, только собранную одежду надо было в срочном порядке перебрать и расфасовать по размеру, полу и возрасту. Всего в благотворительной акции приняло участие более 300 неравнодушных наявышцев. В итоге за 20 дней собрали более 20 тонн гуманитарного груза. Даже резко испорчившаяся погода не стала в этот день помехой. Помочь загрузить мешки и коробки в фуру вызвались уже отслужившие сыновья – солдатских матерей и представители молодежных организаций города. Мы очень тесно сотрудничаем и работаем с Людмилой Анатольевной. И вот она пригласила нас поработать, помочь ей, отвезти гуманитарную помощь. Водитель Андрей Рубцов сам из Новосибирска. Сколько себя помнит, работает без напарника. Маршрут «Ноябрьск-Благовещенск», а этот чуть меньше 7 тысяч километров, преодолевать тоже будет в одиночку. Ну вот увидел, позвонил, решил съездить. Людям помощь, думаю, ваша понадобится. Машину, как и обещали, предоставили нефтяники и газовики. Правда, деньги на перелет до Благовещенска нашли пока только для одного сопровождающего. Теперь в комитете ждут материальной помощи из администрации, чтобы в Благовещенск смог поехать и второй представитель «Ноябрьска». Вылет запланирован на 25 октября, чтобы успеть встретить машину с гуманитарным грузом уже на месте. Юлия Москаль и Григорий Куроптев. Новости нашего города. 20 лет, как одна семья. Сегодня одноименный детский дом отмечает юбилей. За годы работы учреждения через его стены прошли 250 детей. А сегодня здесь проживает и 24 ребенка. Самому младшему из них всего 3 года. Самой старшей почти 18. И скоро она пополнит ряды выпускников детского дома. Поздравить учреждения с этим знаменательным событием, как и положено в день рождения, пришли гости. Представители администрации, городской думы и кураторы. Художники со всего региона подарили детскому дому свои картины, творческие коллективы города, концертные номера. К слову, в праздничном концерте участие приняли и сами воспитанники детского дома. Совсем скоро профессиональный праздник отметят работники автомобильного и городского пассажирского транспорта. Поздравления виновники предстоящего торжества начинают принимать уже сейчас. Один из первых водителей поздравил председатель законодательного собрания Ямала Сергей Харьевич. Дорогие земляки, от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником. Ваш профессионализм, ответственность, мастерство и добросовестность, богатый опыт работы во многом определяют успешное развитие региона. Функционирование и трудовой ритм производственных предприятий влияют на социальное благополучие ямальцев и обеспечение безопасности на дорогах округа. Особая благодарность ветеранам автомобильного транспорта, ставшим для молодежи примером преданности своему делу. Крепкого всем здоровья, счастья, благополучия, дальнейших трудовых успехов и побед. С наступающим днем автомобилиста отдельно поздравили лучших представителей профессии. В администрации Ноябрьска прошло торжественное награждение. Шесть сотрудников предприятий и организации города получили почетные грамоты Минрегионразвития. Еще четверо благодарности Минтранса. Кроме того, работникам автотранспортной сферы вручили благодарности и почетные грамоты губернатора, председателя городской думы и законодательного собрания округа. На сегодня у меня все. Прогноз погоды через несколько секунд. Я желаю вам приятных выходных и до свидания. Партнер программы – магазин «Подис Антверса», торговый центр «Клубника». Какой бы ни была зимняя дорога – волшебный или непредсказуемый – вы спокойны за близких, когда впереди надежный ориентир. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вас ждут качественное топливо и теплый прием. Сеть АЗС «Газпромнефть» – надежный ориентир на зимней дороге. 19 октября в Сельхарде без осадков. Ветер южный, температура 8 градусов ниже нуля. В Муравленко переменная облачность, без осадков. Ветер южный до 5 метров в секунду, температура минус 9 градусов. В Ноябрьске без осадков. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду, температура 9 градусов. Ветер южный, температура 8 градусов мороза.